здравствуйте друзья выехал я из офиса дантиста делали мне чистку ну сами понимаете так как-то делали так легко смысле без без уколов без ничего так но все равно местами местами бывают бумажки и сразу знаете вот пока в этом кресле сидишь воспоминаний много многие дай бог даже не знают о чем речь но вот была такая штука называлась бормашина у дантистов вот советское время когда я когда еще пацаном был у меня обычно ничего такого не делал я более-менее был в порядке но вот к моменту когда я выехал выезжал из ссср там три-четыре года у меня был один рут канал я уже забыл как по-русски корень вот удалять вот так более-менее был в порядке но все-таки иногда попадешь вот к этому дантисту зубному врачу как у нас говорили и вот этот самый зубной врач вот этой бормашиной она вибрировала но не наверное там не были какие-то безумно высокие частоты а какие-то были поменьше я не знаю в общем вибрировал заразу и вместе с ней вся башка вибрировала и было ужасно больно зуб еще нагревался в общем с тех пор при том что я не часто подвергался обработки значит с тех пор у меня вот как только в кресло туда опустишься мокрый весь становился от ожиданий вот еще еще ничего тебе не сделали а уже мокрый и напряжение такое мышечное и вот я помню что уже в америке уже все так культурненько там с укольчиками это все это был большой контраст когда мы только впервые приехали мы приехали и мне все пломбы которые были заменили сразу на местные то есть те какие-то были со свинцом что ли я даже не знаю что там было в них не так я не разбираюсь совершенно но страховка оплачивала говорит вот эти пломбы надо по убирать иначе мне их там заменить даже коронку дед потом поставили там тоже не так интересного коронку ладу парпорово красиво ну в общем вот такая была жизнь и лет десять уже в америке наверное 12 вот погружаясь в это самое стоматологическое кресло давайте я переверну в сторону чтобы солнышко не беспокоило вот я очень как бы сказать страдал от этого дела ну что что сделать и есть чем сейчас вроде ничего сейчас ничего то есть уже мокрым не делаешься есть пара анекдот на на эту тему я наверно рассказывал когда-то давно но так уж слову один анекдот такой что приходит дедушка но на этот пенсионеры вот они тоже лечатся нам наверное пенсионеры чаще лечится чем значит помоложе вот пенсионер приходит к донтисту и говорит доктор поставьте мне новую челюсть сделайте мне новую челюсть доктор могать так же что же вам новую челюсть я вам я вам в том месяце сделал новую челюсть да но так годится только для чтения такой трогательный другой был зубной врач ну неважно там сидоров зубной врач сидоров это настоящий робин гуд наших дней он вырывается зубы об у богатых и вставляет их бедным слушайте вы видели с вами значит на 3 на 2 сметофора да когда сводит полосы а сейчас сразу на 3 педали какой ты ты раньше внимания не обращал на него такие есть интересно значит три полосы превращает уме ну вот наверное да у нас еще есть новость помимо очистки зубов еще есть новость состоящая в том что мы тут сидели сидели что называется чесали репу и думали как нам выкручиваться с происходящими многими процессами финансовыми то есть тут дорожает там дорожает здесь дорожает уже прям я не знаю что делать и при том насколько мы не любим повышать цены все-таки бы не знаю много-много лет не повышали цен другое дело что мы на вызовы времени отвечали тем что у нас в классе было больше студентов то есть я помню 20 лет назад когда вот снимались вот эти фильмы что вы смотрите из архива у нас тогда было классных комнат 6 штук 6 классных комнат например на небольших и в карте в каждой классной комнате там помещалось но 12-15 человек понимаете да не то что там вот сейчас может быть 30 у нас маленькая классная комната там человек 26 27 нормально помещается вот так уже впритык а большая там может быть и 35 тоже поэтому но дальше нам уже расти в этом смысле некуда поэтому принято решение с первого марта с первого марта группы которые начнутся после первого марта они уже не будут стоить 4 200 как сейчас они будут стоят 4 500 вот и сказать по правде я даже не знаю насколько этого хватит там допустим продержимся мы год-то полтора-два без без того чтобы повышать то есть а если не повышает тогда получается что мы должны урезать фонд заработной платы в учреждении что как бы совсем никуда не годится поэтому так так получает все дорожает получается что и наши услуги тоже так потихоньку дорожали вот такая как бы новость это же не просто так надо еще кучу всяких документов переделать и на веб-сайте обновить там и так далее так что отсчет будет идти по дате прохождение собеседовать ну внутреннего теста который у нас тут есть вот люди приходят проходят тест и после теста мы говорим что он как бы годится нам берут не берут значит это сделано будет сделано по дате теста то есть те кто сдаст тест сдали тест до сегодняшнего дня включительно сегодня пятница 13 13 января я так понимаю что это старый новый год я догадываюсь потому что нас на завтра позвали куда-то там в гости в общем сегодняшняя пятница вот те кто до сегодня пройдут собеседование внутренние те будут по старым ценам даже если группа будет после 1 марта то есть идея была такая что если человек начал какой-то процесс то для него цена остается прежней значит вот было решено так что если процесс начать опять этот солнышко господи все кручусь кручусь если процесс был начаться до сегодняшнего дня включительно то соответственно цена остается прежней независимо от того когда человек решил там начать учиться вот а дальше все что все что позже сегодняшнего дня значит соответственно будет по другой цене группы которые начнутся до 1 марта такие группы тоже есть вот они остаются по старой а те группы которые будут после 1 марта они уже будут тогда по новой у нас по 18 февраля есть группа видимо она будет последний по старым ценам что еще сказать тяжело так после дантиста но я думаю вот в этом как бы отличие между вообще серьезным блогером и так не очень серьезно вот я как серьезный уже приму превозмогая неудобства действительно иногда так самое больно бывает и еще когда рот долго открытым держишь на мышцы сводить начинает какая-то такая бяка не симпатичная хорошо что это редко приходится делать то вообще да а если бы еще угол какой сделали то было бы еще труднее разговаривать на самом деле так что такая вот интересная история а у нас солнышко обратите внимание мы на прошлой неделе не ездили не ездили в санта-крус на дачу потому что там дожди были и дорогу размыло в горах по которой мы обычно едем так она вроде цивильная дорога но все-таки там сползает сверху дрянь всякая когда ну в смысле глина там какая-то грязь эту дорогу прорезали местами между таких холмов гор вот и оползни бывают у нас называется мад слайд типа оползень на грязевой грязевой такой сход вот и ой люди ходят а сегодня уже вечерком поедем и у нас трансляция вечером но в смысле у вас утром будет в 9 утра у нас будет 10 вечера так что я надеюсь что мы сегодняшнюю трансляцию спокойненько проведем из санта-крус что еще сказать у нас софия моя правая рука кто не знает софия на нас как бы типа зауч да можно так назвать заучи вообще зам директора а директор это я софия иногда ну там пару раз год чтобы отдохнуть у нее внуков 8 человек кстати там детей трое но в общем софия от них от всех прячется с мужем они прячутся на круизных лайнерах и но тоже чтобы лишнего на себя не брать значит они тут сан-франциско грузится есть некоторые круизы которые идут из сан-франциско но их очень мало и сан-франциско можете поехать на гавайи это еще потрясающий такой круиз 2 недели идет там три дня на гавайях остальное время плывешь можно на гавайи можно на аляску я вот как-то так ходил такой круиз 12 дней тоже там три дня по аляске остальные плывешь ну там правда еще в ванкувер заход есть вот ну и и вот туда в сторону мексики можно вот и софия она туда в сторону мексики значит идет так на недельку и там должна даже на берег не сходится там ничего такого нет интересного на этом берегу видимо для нее тем более она уже много раз там значит бывало вот а просто чтобы не готовить знаете так пансионат такой как бы получается и вот сейчас она как раз поехала на новый год и вернулась и приболела ведь как можно берег сошла потому что обычно в мексике там что-то не знаю с водой у них что-то не то очень многие люди болеют у них кишечная что-то не могу сказать тогда надо очень аккуратно с этим но во всяком случае она приболела простыла и всю неделю мы справлялись без софии а а это трудно вот когда ответственный человек отсутствует то в общем трудно студенты тоже говорят нам нам бы на практику нам бы то есть все то есть у нас есть конечно как бы какая-то возможность частично там компенсировать проблемы но все-таки все-таки должна была сегодня софия выйти вот посмотрим а у меня уже 11 часов и 2 минуты и я припоминаю что на 11 часов у меня какой-то appointment был вот если так я не ошибаюсь то мы можем услышать звонок на мой сотовый с вопросом а где же вы михаил они же не знают что я сегодня у дантиста где живет вы да вроде да вроде так батареечка есть значит а то бывает знаете они бы позвонили так телефон подсел так тоже бывает вроде бы и в машине тут у меня проводок торчит всегда можно подзарядиться но да такое ощущение что прям лето возвращается у нас весны толком нет ну так может быть там пару недель такой переход а так вроде круглый год лето и на самом деле даже зимой вот что сейчас 13 января но разве не лето достаточно тепло я правда вот так промерзну за пару дней продолжаю вот я свитерочек там пиджачок но в чем-то я когда в офис прихожу я пиджачок снимаю ну давайте так на себя немножко безобидно переведу для иллюстрации вот я пиджачок снимаю а вчера урок вел так и свитерок снял это жарко стало вот калифорнийцы ходят как луковица они такие многослойные еще в машине шмотки лежат потому что то вдруг похолодало то вдруг жарко стало и вот так это все снимается одевается в соответствии как-то гать сообразно обстоятельствам что-то я ничего застоялся тут стрелка красная да ладно друзья я так с вами поболтал вроде мне легче стало немножко так это вся ой гость у него надо больше шуток про дантистов если кто про дантистов шутки знает друзья поделитесь потому что мне кажется недостаточно недостаточно вот уделяется внимание этому вопросу вот вы только приличные мне нет неприличные не нужно вот а я тогда буду нести в массы если что при случае все ребята счастлива досушник какой-то коммунизм знаете парковочный тут место там место вообще с ума сойти ладно так сейчас запаркуемся вот тут счетом не знаете когда выбор так начинаешь сомневаться где встать встану на самое крайнее место хотя вот тут справа для инвалидов парковка и инвалид он найти опасный он может дверку так пихнуть знаете как и долбануть тебя своей дверкой на этом мы с вами прощаемся друзья счастливо а